Салют подписчикам канала Атомасима и случайным зрителям этого видео. Недавно я делал обзор вот на такой смартфон, это новинка от Infinix Note 30 Pro, вполне удачная модель по сочетанию характеристик и за адекватную цену. То есть в районе 20 тысяч рублей сейчас вы можете приобрести этот смартфон в магазине player.ru, я ссылку в описании оставлю, можете пройти и прицениться сколько стоит этот телефон и какие у него комплектации по памяти. Сегодня я хочу сделать видео и рассказать именно о минусах этого смартфона. Постоянные мои зрители знают, что я после обзора смартфона делаю ролик исключительно про минусы телефона и это не значит, что телефон плохой, я рассказываю именно о всех минусах, с которыми при покупке вы будете мириться, либо нет. Сегодня я хочу рассказать про минусы этого Infinix Note 30 Pro. В начале ролика хочу сказать, что это весьма удачный смартфон, потому что у него есть и качественный AMOLED-экран 120 Гц, он поддерживает частоту обновления картинки, это круто для относительно недорогого смартфона. И самый такой козырь, на мой взгляд, не по классу, то что здесь зарядка 68 Вт и есть беспроводная зарядка, то есть не во все флагманские смартфоны сейчас даже устанавливают беспроводную зарядку, тут же у нас относительно в бюджетном смартфоне присутствует беспроводная реверсивная зарядка, то есть от нее вы можете заряжать наушники, например, и другие устройства. Вот, зарядка 15 Вт. Питание есть в обход батареи, тоже крутая фишка, то есть вы можете играть и чтобы батарею не напрягать, чтобы она не заряжалась во время игры, будет идти питание в обход батареи, и тем самым, в общем-то, батарея будет меньше изнашиваться. 108 Мп основная камера, вот задняя панель тут из матового стекла, рамка, конечно, пластиковая, но в целом материал корпуса такие, ну плюс-минус, премиальные. Стереодинамики, JBL, есть разъем под наушники 3.5 джек, вот отдельный слот под карту памяти, сейчас, в принципе, большинство производителей карту памяти из смартфонов убирают, но тут она есть, причем хорошие объем встроенной памяти, 256 гигабайт, также есть NFC модуль, вот, конечно, процессор тут не самый крутой, это G99 Helio, но в целом его достаточно для большинства задач, и он нормально набирает в Antutu около 400 тысяч баллов, в принципе, этого достаточно для повседневных задач, ну и даже для игр. Процессор этот не нагревается, как печь, не троттлит, ну и, в принципе, в общем, телефончик шустро работает, хорошо оптимизировано программное обеспечение под этот прос. Вот, ну и одна из классных настроек есть также в оболочке, которая позволяет скрывать личные данные от других приложений, то есть она подставляет чистые поля, и вы соблюдаете некую конфиденциальность. Это, конечно же, несомненно, все плюсы этого смартфона, вот, плюсов тут больше, чем минусов, но раз уж видос про минусы, давайте начнем. По порядку, в плане вот как раз программного обеспечения, оно классное, тут установлен 13-й Android из коробки, в принципе, на данный момент это свежая версия ПО, поверх нее, точнее, на основе 13-го Android сделана фирменная оболочка XOS 13-й версии. Но, поскольку это Infinix, мы ничего не знаем про политику обновлений, то есть, как долго будет обновляться этот смартфон, будет ли он вообще обновляться, будут ли какие-то новые версии программного обеспечения сюда приходить, неизвестно. В целом, да, из коробки все круто работает, но, как мы знаем, например, Xiaomi смартфоны на протяжении нескольких лет получают обновления, получают новую версию оболочки, добавляются какие-то новые функции. Тут функций полно, но будет ли что-то новое добавляться, будут ли допиливаться какие-то баги, хотя багов, по крайней мере, вот, за период использования я не нашел тут каких-то откровенных, вот, но в целом, в общем, про политику обновлений ничего не известно. Это, на мой взгляд, минус. Следующий момент. Камера. Тут установлен основной модуль на 108 мегапикселей. В принципе, вроде бы это неплохо, но в этом модуле нет оптической стабилизации. Понятно, не по классу здесь оптическую стабилизацию видеть. Тем не менее, здесь еще два дополнительных модуля. Это 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный модуль глубины. Хрен знает, кому нужен вообще макромодуль, потому что мы можем делать хорошие снимки с кропом, например, на основную камеру, либо сделать, там, двухкратный зум, например, на основную камеру. Получится тот же самый макро, только в более лучшем качестве, потому что сенсор основной камеры, естественно, лучше, чем 2-мегапиксельный вот этот вот макромод. Поэтому вот эти вот две камеры, это чисто заглушки. Если вы, друзья, хотите камерафон себе какой-то, то это не тот случай. Да, этот телефон делает неплохие снимки, вы можете снимать бытовые какие-то, рабочие моменты, но тем не менее, если вы хотите ширик, его тут не будет. Я уже не говорю о телеобъективе каком. Опять же, если продолжать тему с камерой, то зайдем в видео и, смотрите, телефон может снимать максимум 2К 30 фпс. В принципе, достаточно, на самом деле, для повседневных задач 1080p. Вот, ну, тут как раз 1080p 30 и 60 кадров в секунду. И есть еще такой вот режим, режим максимальной стабилизации видео. Так вот, смотрите, даже если я уже включаю 1080p 60 кадров в секунду, режим максимальной стабилизации видео отключается. Если включаем 2К, то, соответственно, он также отключается. То есть, режим стабилизации максимальный доступен только в 1080p. Ну, или, например, 720p. Вот, это, несомненно, тоже минус. И это, на мой взгляд, программное ограничение, которого могли бы Infinix избежать, чтобы сделать еще привлекательнее свой смартфон. Если углубляться, например, в модуле связи, то тут вроде бы есть все, что необходимо. Есть Wi-Fi 5, есть NFC-модуль. Это, конечно, все круто. Есть LTE 4G. Вот, поддерживается во LTE-функция, во Wi-Fi. Таких фишек премиальных, как eSIM, тут нету, конечно. Ну, мы можем установить там 2 физических сим-карты и пользоваться телефоном без проблем. Но тут нет такой полезной фишки, как агрегации LTE-частот. Вот. Ну и дополнительно еще отмечу такой момент, что вот эти вот боковые грани, они глянцевые. Это металлизированный пластик. Вот. И они очень сильно покрываются отпечатками пальцев, покрываются царапинами. Но я думаю, большинству будет на это все равно, потому что в комплекте производитель кладет чехол. Классно, что тут в комплекте не только чехол есть, но и защитное стекло. То есть на экране пленка наклеена. Все, она четко сюда приклеена с завода. Никаких пузырьков, никаких отхождений по углам. Вот. Ну, кому пленка не устраивает, кто боится разбить экран, можете вот защитное стекло наклеить. Это все плюсы смартфона, которые на мой взгляд перекрывают минусы. По минусам еще отмечу, что здесь медленный Type-C. Вот. И обычная память. То есть UFC 2.2 здесь установлена. Для повседневных задач этого сполна хватает. Каких-то тормозов откровенных вы не увидите. То есть это не игровой какой-то смартфон, не игровая машина, но очень хорошо сбалансированный телефон по сочетанию характеристик. Здесь есть все, к чему мы привыкли, за исключением каких-то небольших моментов, на которые в принципе можно закрыть глаза. Единственный прям вот веский аргумент в покупку другого какого-то смартфона, это отсутствие широкоугольного модуля. Остальные все минусы, это минусы, которые вы также увидите в подобных телефонах ценовой группы там до 20-20 с небольшим тысяч рублей. То есть около двадцатки. Телефон очень удачный получился. Есть несколько моделей Note 30, то есть это 30i, обычный Note 30 Pro и Note 30V. Вот Note 30V, он самый нафаршированный по начинке, там и процессор помощнее, то есть телефончик будет еще более производительный. Но для повседневных задач и с учетом адекватной цены, я считаю, что Note 30 Pro самая интересная и самая такая народная, так скажем, будет модель среди вот этой вот линейки Note 30. Покупать его или нет, решайте сами. Заходите на канал, обязательно смотрите обзоры, сравнение этого смартфона с другими популярными аппаратами. На сегодня у меня все, подписывайтесь, не забывайте написать комментарий в поддержку канала. Всего вам доброго и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok